Свою первую иномарку, с которой мне расставаться-то не хочется, я купил как раз 12 лет назад. То есть восстановил 12 лет назад, аккуратно после кризиса 98-го года. И только лет через 5 у меня появилась возможность не мыть свои машины самостоятельно. Хотя 10 лет назад, вот здесь на химчистке, появилась первая, единственная в то время, настоящая, мощная, теплая, комфортная, ну и скажем честно, несколько более чем дорогая, потому что, ну, на халяву это помыть всегда было приятнее. Автомойка. Вот этот автомобиль я уже купил в 2003-2004 году. В аккурат после того, как он выехал с вот этой автомойки. И с того момента этот автомобиль не мылся нигде больше, кроме как на профессиональных мойках. Вы можете сказать, что великий мастер взаимозачета может сделать многое. Хотя нет, сегодня и сейчас автомойочный комплекс «Лебедь» в течение последних 5 лет, кстати, не поднимал цены. Здесь мыться не просто приятно, а это еще и недорого. Мало того, все те, кто знал, все те, кто раньше обслуживался, все те, кто в очередях стоял, было такое время, сейчас из любой точки города могут приехать сюда на химчистку, потому что ничего не бывает лучше, чем стабильность. А стабильность уже десятилетняя, здесь обеспечена. Магнитогорск автомобильный Россевера. Единственный в то время автомобильный магазин и первая в ряду самых качественных автомойка. В то время машины, выезжающие отсюда, вызывали уважение. Дело хлопотное, трудное. Привести в порядок идеально вылизать престижный автомобиль. Но в отличии от моих других, навыки здесь не потеряны. И персонал знает, как, где и что мыть и чистить. Конечно, сейчас времена другие и комплексов моечных много. И много их разных. Но внимание самого мощного информационного оружия, телевизионной публицистики, это у единиц. Теперь перечислим преимущества. Естественно, самое удобное расположение. Для тех, кто едет по северному переходу из Челябинска, это, кстати, короче, все-таки через 12-й участок, либо возвращается с соленых гор Башкирии. Кстати, ваше первое место остановки после длинника, это как раз мойка. Иначе соль сгрызет вашу ласточку. Дальше интереснее. Если кто-то с вас три шкуры за химию дерет, то знайте, с грязью автомобильной бытовой химией справиться гораздо сложнее, нежели американской. Кстати, по опыту пребывания в Штатах скажу, резиновых ковриков в автомобилях вы не увидите. Хотя, всегда в машине чисто, и даже в белом велюре. Еще что порадовало. Сушка. Вся влажность прибивается вниз, а не в скрытые полости вашего автомобиля. Да, и глупое утверждение о том, что зимой машину мыть не надо, в городе Металлургов убирается из мозгов только с помощью чистки лака. И при простом пересчете это 10 обычных моек, из которых одну здесь вам подарят. И, кстати, про зиму. Конечно, сегодня очень большая конкуренция. Автомой в городе, ну, наверное, не один десяток. Некоторые работают на, ну, так скажем, отвались. То есть взяли деньги там 150, может быть, по минимуму даже 100 рублей, кто как моет. И все, человек уехал, а потом начинается зимой пляска с бубном. Под названием машина не открывается. Как вы, вот, с позиции своего опыта относитесь к вашим клиентам? Ну, во-первых, у нас, обратите внимание, есть обдувка. Машина выезжает абсолютно сухая. Во-вторых, мы обрабатываем замочки силиконом и уплотнители на порогах, чтобы по резинке не сходили с мест. И, в-третьих, мы всегда все равно консультируем своих клиентов, чтобы они после мойки промораживали двери. Открывали, проморозили, похлопали замками. Вот тогда 100% они уже попадут в свой автомобиль легко. Это уже бесплатный совет. И сколько надо промораживать примерно? Ну, минут 5-10. То есть просто машину открыли, да? Да, все двери открыли, багажник, ключок. И тогда уже без проблем. В принципе, весь процесс мойки моего автомобиля занял в аккурат то время, за которое я производил съемку. Если конкретно, то это 10 минут. Кстати, отдал машину в руки очаровательных худестниц без вопросов, так как даже спецодежда без молви и пуговиц свидетельствует о профессионализме. Естественно, за 10 минут кофе и чайку дернуть в этой ка... Простите, в этом практически ресторане я не успел. Но в следующий раз, когда буду ковры пересосить, и багажник прибирать, и кофе попью, и чаю. А вот цена, 50 рублей, это за чашку, что ли? Нет, это за чайничек, там будет 2-3 чашечки. Ага, хорошо. А если я желаю, допустим, свежий, вот зерновой кофе попить, можно? Да, конечно, у нас кофемашины готовят очень свежий и вкусный кофе. То есть это не вот те аппараты за 25 рублей, где из порошка все делается? Нет, нет, у нас зерновой кофе элитный. А вот в других кафешках или просто местах отдыха на других же автомоечных комплексах я видел вот кучу журналов, а у вас не вижу такие засаленные журнальчики старенькие. Нет, у нас всегда новая пресса, мы пополняем, обновляем каждый месяц новые журнальчики. То есть есть что нам интересного почитать? Да, конечно, безусловно, каждому, причем и женщинам, и мужчинам по вкусам. А работаете вы до скольки? До девяти, но если вы хотите помыться, мы можем и до десяти поработать. До последнего клиента. Да, и из секретов. Уютные и глубокие диваны. И здесь новомодные искусства сиесты успешно практикуются. Говоря проще, в тишине и неоднократно клиент тут храпака давали. Ну а если честно, то делать в этом комплексе есть что. А это намек уже арендаторам, точнее коммерческое предложение. Наше же предложение вам, магнитогорцы и гости города, ездить всегда на чистом автомобиле. Ухоженном, прибранном, отполированном, в автомоечном комплексе «Лебедь». Что на и в привычной и любимой химчистке.